Начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым Светлана Горбунова у нас в гостях Доброе утро Доброе утро Сегодня, собственно, мы поговорим об индексации пенсии Увеличение пенсии, вот даже для себя, все-таки, такой лексикон есть лексикон Но чтобы наши пенсионеры и люди, между прочим, слава между двумя Светланой Может уже тоже задумываться Я буквально сижу и буквально желание за желанием Скажите, это вот такая хорошая новость к Новому году О том, что пенсия будет увеличиваться Да, у нас ежегодное, вообще-то планируется ежегодное увеличение пенсии Но в 2016 году это будет не совсем обычное увеличение Будут увеличены, как правило, и страховые, и государственные пенсии Страховые у нас увеличиваются с февраля месяца Государственные, это у нас социальные, это детишки, инвалиды с детства У них будут увеличения с апреля месяца Но есть определенные особенности В 2016 году Особенности какого характера? Особенности следующие То, что пенсии будут увеличены Страховые пенсии будут увеличены Только неработающим пенсионерам Вот такая вот особенность То есть если ранее мы не задумывались над тем вопросом Работает пенсионер Или продолжает осуществлять Вернее, или уже прекратил Осуществлять трудовую деятельность То в этом году уже будем прослеживать именно этот факт Поэтому территориальным органам пенсионного фонда Придется еще больше поработать Именно для того, чтобы охватить всех наших неработающих пенсионеров Чтобы не было задержек Ну вот вы сказали, что в принципе будут проиндексированы пенсии для неработающих пенсионеров Где-то вот в марте-апреле В феврале В феврале, прошу прощения, в феврале Но, допустим, сейчас пенсионер осуществляет трудовую деятельность И, допустим, к концу лета он будет выходить уже на пенсию окончательно То есть прекращает трудовую деятельность Соответственно, после этого его пенсия автоматически будет увеличена Да, конечно Если пенсионер работающий После увольнения уже окончательно Ему будут проиндексированы уже на все те индексы Которые были после той ситуации Когда он... Вернее, до того момента, когда он прекратил свою трудовую деятельность Какие-то заявления, что-то нужно людям нести? Да, то есть сам порядок Да, вот здесь вот хотелось бы воспользоваться сегодня нашей встречей И все-таки объявить нашим пенсионерам, что все те граждане Получатели страховых, то есть трудовых пенсий Которые были уволены со своей трудовой деятельности до 1 октября То есть по 30 сентября Им не нужно никуда обращаться То есть индексация пройдет автоматически? Да, у них пройдет индексация автоматически Есть сведения в наших территориальных органах То есть сведения персонифицированного учета Когда работодатель представляет данные на своих работающих пенсионеров И мы тогда уже определяем, кто из них у нас работающий, кто нет И можем уже назначить... Вернее, проиндексировать пенсию автоматически Всем тем пенсионерам, кто не работал по 30 сентября 2015 года Автоматически Много информации А скажите, где-то эту информацию можно еще проследить, посмотреть? Да, конечно, на сайте пенсионного фонда вся эта информация имеется Но те граждане, которые, пенсионеры, которые уже прекратили свою трудовую деятельность После 30 сентября, то есть в период с 1 октября до конца этого года Они должны будут обязательно обратиться в наши органы С документами о том, что они прекратили свою трудовую деятельность И обращение будет у них... Должно быть обращение именно в период с января уже следующего года Они уже имеют... Потому что в январе, обратившись, они с февраля будут иметь право на индексацию То есть индексация этим граждан будет осуществляться с 1 числа месяца Следующего, после того, как они к нам обратятся с документами Наверняка существует определенная форма Но эти бланки можно получить непосредственно Конечно, есть определенная форма заявления, которая уже заполняется по месту обращения в клиентских службах Ну, чтобы, опять же, обращающиеся были во всеоружии, пакет документов хотя бы приблизить Самая главная трудовая книжка о том, что они перестали заниматься трудовой деятельностью Где имеется отметка об увольнении И самый-самый главный вопрос, насколько? Да, пенсии будут проиндексированы страховые с февраля месяца на 4% Но я бы хотела сказать о том, что с апреля месяца у нас будут проиндексированы государственные пенсии Именно этот вид пенсии будет индексироваться независимо от того, работают пенсионеры или нет Это уже с апреля месяца, вот такая особенность Что же, я думаю, это очень хорошая информация Вот прямо-таки в уходящем году, чтобы все пенсионеры знали, что пенсия будет увеличиваться И я знаю, что это еще только не предел К Новому году как готовитесь? Личные? Ну, конечно, в первую очередь это наряд новогодний Это место проведения, вернее, место встречи Нового года С кем, когда и где, да? Ну, когда-то мы знаем, что это будет 31-го Ну, конечно, меню, наверное, как и у всех Что вкусное? Какое коронное блюдо и какой наряд? Может, вылез оливье? Очень интересно Оливье, честно скажу, я не готовлю и не люблю Не знаю, почему В нашей армии прибыло А что касается снаряда, это год огненной обезьяны Поэтому я так думаю, что-то такое яркое, оранжевое, красное Что-то такое необычное должно быть в моем наряде обязательно Все вот как полагается И главное, чтобы и стол был вкусный, и чувствовали себя красивыми И праздник был ярким Конечно, и праздник был ярким Чтобы вы Новый год встретили очень ярко Запомнился вам на последующий Новый год И чтобы вам, конечно же, везло И сопутствовало целый год удачи И работали вот так, пенсионный фонд Чтобы наши пенсионеры говорили Как классно, когда уже дожил до таких лет и вышел на пенсию Можно заниматься только тем, что в жизни интересно Путешествовать по миру, да Ну и, естественно, с наступающим вас Спасибо вам большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!